Вы все время переедаете, потому что постоянно испытываете чувство голода. Моя подруга, диетолог Светлана Фуз, уверяет, решить эту проблему и обезопасить себя от переедания поможет обычный воздушный шарик. Вот только каким образом, Света наверняка прямо сейчас мне не расскажет. Я права? Права, конечно. Я тебе расскажу об этом немножко позже. То, что мы постоянно переедаем по разным причинам, уже неоднократно выяснялось, в том числе и во время наших встреч. В то же самое время диетолог рассказывала нам, каким образом преодолеть наши пищевые привычки, которые приводят к лишним килограммам. Поэтому, честно говоря, я даже не удивилась, когда наша общая знакомая, очаровательная Анна Мажник, поделилась своей проблемой. Ну, для того, чтобы не говорить за нее, я предлагаю посмотреть видеообращение Ани. Надюша, привет! Прошу тебя сейчас, вот, Надя, о помощи. Такая интимная тема, я немного стеснялась, потому что в моей жизни была ситуация, как и у каждой женщины, наверное, была любовь, причем такая, эх, страстная. Она продолжалась около пяти лет и любили, страдали. Расставание сыграло очень такую злую шутку со мной. Стресс, эмоции, слезы, закрывание в себе. Я начала очень быстро поправляться. У меня скоро день рождения, я влюбилась. 85. Это очень плохо. Я, наверное, одна не справлюсь. Я прошу тебя о помощи. Хочу выглядеть на миллион просто конфеткой. Конечно, Света согласилась помочь Ане, а заодно и тем женщинам и девушкам, которые увидят причины своих лишних килограммов в пищевом поведении Анюты, встретилась с Аней три недели назад, ну и в результате разработала какой-то план. Я, во-первых, попросила Аню ввести пищевой дневник. Я попросила, чтобы за Анечкой проследили, для того, чтобы я могла понимать, что то, что она напишет в дневнике, будет соответствовать правде. Да, потому что иногда, когда мы составляем пищевой дневник, отчет о том, что мы съели в течение дня, мы обманываем даже сами себя. Да. А тем более этот дневник. Я, когда посмотрела на видео, посмотрела дневник, я поняла, что Аня переедает, толкает ее на это чувство ложного голода. То есть это такое состояние, когда ты есть на самом деле, ты не хочешь, да, а вот все равно тебя тянет что-то положить в рот. Потому что вот это состояние психологическое, оно очень сильно зависимо от получения удовольствия в результате там каких-то ситуаций. Удовольствие самое быстрое и близкое – это еда. Я выявила такие основные три причины, которые, собственно говоря, есть не только у Ани, но есть и у очень многих людей. Пронаблюдав за поведением Ани, мы сможем сделать выводы и для себя. Ну и давайте же посмотрим, как вела себя Аня. Да, я предлагаю посмотреть. Алло. Привет. Да, хорошо. Сегодня в пять? Да, могу, конечно, я после работы могу. Привет. Да, окей, хорошо, спасибо. До встречи, пока. Привет, Оль. Нет, подожди, я уже просто ухожу с работы. Я... В смысле ты не выйдешь? Алюнечка, слушай, родная, у меня в пять часов вечера очень важная встреча, я просто не могу на нее не пойти. Оль, просто я договорилась уже, я... О, нет! Очень серьезные переживания душевные являются как бы стрессом. Для одного стресса – это перейти дорогу в неправильном месте, если машина внезапно затормозила, а для другого – переживания. И это только первая причина переедания, которую Света выяснила в поведении Ани. Продолжим. Я предлагаю посмотреть вторую причину. Слушай, открой окно, пожалуйста, какое-нибудь. Или это, или те, пожалуйста. Очень жарко. Блин, чувак, я сейчас умру. Блин, так что-то хочется есть. Капли, дочек! Я заметила, Аня зевала во время того, как она работала на кухне. Помещение достаточно закрытое, да? Там работают нагревательные приборы, там быстро сжигается кислород. Возникает вот такое состояние у человека, как гипоксия, то есть это недостаток кислорода. И давайте посмотрим третью причину. Стою в автобус, жду уже час, наверное. Здрасте. А какая у вас самая вкусная шаурма? Спасибо большое, спасибо. Вот это вот чувство, когда тебе неуютно и холодно, воспринимается людьми, как чувство голода. Анна Мажник сегодня с нами. Встречаем. Привет, Анюта! Здравствуйте, Анюша, привет! Здравствуй, здравствуй, моя дорогая! Видно, что три недели следования советом Светы помогли тебе. Первой причиной того, что Аня переедает, является стресс. Конечно. Я тебе хочу сказать, что во время стресса у нас вырабатываются гормоны, которые изменяют в нашем организме и частоту сердечных сокращений, и наши психоэмоциональные реакции. Адреналин и кортизол. Что происходит? Организм наш готов к тому, чтобы что-то делать. Реагировать на стресс, как в природе животные делают. Я вечно на кухне, и вечно очень много заказов, запара, круассан, либо котлета. Я беру и ем все, что вот попадалось мне на глаза. В принципе, картина знакомая. И вот, кстати, Аня вышла не зря с шариком, да, потому что на самом деле совет, который я дала, это взять и попробовать надуть, а потом лопнуть шарик без помощи посторонних предметов. И это успокаивает нервную систему. Очень сильно отвлекает. Не бить и не рушить посуду всю в доме. Взять шарик, лопнуть руками его попытаться, чтобы убрать эту стрессовую ситуацию. Я подумала, что сложнее будет это сделать ногой. Для того, чтобы увеличить себе нагрузку и попытаться вот выплеснуть весь негатив, на самом-то деле это не очень легко так. Аж нога зачесалась, когда ты сказала, это на самом деле не очень. И сейчас, вот смотрите. У меня даже снялся стресс. Надя, вот ты попробуй. Ну или так. Я помню, когда у меня были скандалы с мужем. И вот я, значит, что-то ему говорю, он мне что-то говорит, и вдруг какой-то момент, прям такой плакатик из мозга. Сейчас пойду и съем пирожное. Я ничего не могу с этим плакатиком сделать. Только тогда, когда я вдруг осознала то, что в какой-то момент я принимаю решение, что мне прямо сейчас надо пойти и съесть что-то сладкое, постепенно перешла к другому варианту поведения. Но вот этот вот шарик, это мне очень понравилось. Ты когда начинаешь надувать шарик, ты делаешь глубокие вдохи, глубокие выдохи. И практически это тоже успокаивает. Мозг переключается на то, что ты не будешь брать котлету и думать, фух. Если в это время не покушать, а стресс это ускорение обмена веществ на самом деле, да, то есть организм начинает очень интенсивно работать, то если отвлечь свое внимание от холодильника и заняться чем-то другим, можно, по крайней мере, не набрать. Второй причиной является просто банальное кислородное голодание. То есть вот то, что связано с недостатком кислорода. Это то, что когда кислорода мало, очень плохо все питательные вещества распространяются по организму и очень сильно замедляются все обменные процессы, потому что кислород участвует в этом процессе. Возникает такое состояние усталости очень сильно. И естественно, что вот это ложное чувство голода, оно появляется как бы само по себе, да, то есть человеку кажется, раз я устал, надо пойти поесть. У меня просто на кухне постоянно все жарится, кипит, варится, очень жарко, очень душно. Кто работает в таких душных помещениях или в каких-то замкнутых пространствах или там, где плохо проветривается, надо обязательно делать для себя перерыв. Во-первых, проветривать повещение, а во-вторых, можно сделать пару дыхательных упражнений, да. Это, во-первых, даст разрядку, а во-вторых, насытит организм кислородом. Вообще, наверное, самый лучший совет, и вы знаете, этот совет понравился моим ребятам, которые со мной работают. Мы делаем пятиминутку, мы открываем и проветриваем полностью кухню. Я тоже выхожу и делаю дыхательные упражнения. Я просто посоветовала Ане сделать хотя бы там, ну, вот есть на выбор три упражнения, которые можно делать, да. Первое, это делается глубокий вдох с выдохом достаточно продолжительным. Давай, Анечка, помогай мне. Давай, показывай, как ты это делала. Да, глубоко вдыхаем. Вдыхаем. И так. И медленно выдыхаем, как будто хотим произнести У, через сжатые губы. И можно вслух, кому как нравится. Можно просто вдохнули через нос и вот таким вот через узкую щелочку. Вот это надо делать в проветриваемом повещении. Хорошо, если это на улицу выйти. Очень хорошо насыщает Надя у тебя кислородное голодание. К тому же это так отвлекает от забот и проблем, которые где-то рядом. Еще одно упражнение. Мы становимся прямо, потом опускаем вниз плечи, голову, выдыхаем и потом распрямляя плечи, вдыхаем на полную грудь. Вот выдыхаем, а потом вдыхаем и распрямляемся. Молодцы. И делаем так три подхода по три раза. Ну, кто бы мог подумать, что дыхание и аппетит настолько связаны, что правильные дыхательные упражнения избавят нас от ложного чувства голода. Я хочу сказать, что есть еще одно упражнение, которое называется черепашье дыхание. На пять счетов вдохнуть и на пять счетов выдохнуть. Очень медленно вдыхаем и медленно выдыхаем. То есть оно где-то сродни тем предыдущим, но оно немножко другое. Два, три, четыре, пять. И так пять раз. Уносите следующий. Мы теперь как черепахи будем 300 лет жить. Надя, действительно, я когда это делала, я более активная. У меня как-то, знаешь, все это жарко, суматоха, мне просто не хватало кислорода. Мне вечно хотелось спать. После того, как я начинала дышать, мне еще хотелось еще двое суток работать, не останавливаться. Это круто! Появляется какой-то задор. Третья причина. Когда тебе неуютно и холодно, появляется чувство ложного голода. У меня была клиентка, которая каждую зиму поправлялась на несколько килограммов. Это обычное состояние для некоторых людей. То есть набирают за зиму 4, 5, 6. Некоторые набирают до 80 килограмм за зиму. Она говорит, я не знаю, что уже делать, но я все время зимой набираю. Когда я начала разбираться в этом всем деле, я поняла, что она приходит домой вечером с работы, особенно когда холодно. И сразу идет кушать. И она говорит, я не могу насытиться. Я так промерзаю. Мне так холодно. Мне хочется согреться. И она съедала в два раза больше, чем ей надо было. Что надо сделать? Согреться. Ну, возьми, попей чаю горячего. Ну, чего ж есть-то? В конце концов, не все могут попить чай горячий прям сразу. Я посоветовала Ане, когда она вот в такие ситуации попадает, согреться другими способами. Ну, а для того, чтобы согреться зимой, достаточно теплого чая. Вкусные теплые напитки очень удобно покупать в интернете. Не нужно никуда ходить. А выбрать самый лучший помогут отзывы покупателей и консультация оператора. Я сейчас не буду себя оправдывать, но так как у нас общественный транспорт ходит очень редко, я действительно стояла очень долго на остановке, я замерзла. И я хотела согреться, и я почему-то о чай не подумала. Я пошла, купила себе шаурму. Ни с того, ни с сего решила вдруг поесть. Тут вопрос вот какой, что Аня перед этим за полтора часа поела плотно. А-а-а-а, мой гад! Это ложный голод, а не голод. Есть очень хорошие всякие упражнения, которые можно делать вообще так, не привлекая внимания окружающих людей. Но стоя, например, что-то уронив, можно присесть, подняться, а потом опять что-то уронит, присел, поднялся. Знаете, есть очень хорошее упражнение, его вообще не видно, когда стоишь и делаешь. Вот смотри, ты стоишь и напрягаешь, как бы сводишь лопатки вместе. Напрягаешь спину, улучшается кровообращение, то есть напрягаются мышцы, начинает и согревается. Когда спина мерзнет, напряжение повышает температуру, и человек согревается. На самом-то деле, вот Светлана говорила, на остановке стоять, что-то уронить, поднять, уронить, поднять. Я так хочу добиться того результата, к которому я стремлюсь. Если рядом со мной люди стоят на остановке, упала что-то, наклонилась, взяла. И я очень рада, что Аня последовала и этому совету Светы, а значит весь комплекс советов, которые помогут преодолеть ложное чувство голода, испытала на себе в течение трех недель. Мы договаривались, что Анечка не будет взвешиваться, потому что взвешивание произойдет у нас тут. Готова? Я готова. Боже, пьедестал. Три недели назад Аня весила 85 килограммов, а сегодня ее вес составляет 81 килограмм. Аня похудела за три недели на 4 килограмма. Поздравляем, Анечка. Молодец. Спасибо. Я хочу поблагодарить еще раз, правда, Надю, за то, что она меня услышала с моим обращением. Светлана, за то, что вы верите и поддерживаете меня. Мне это очень приятно. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом. У меня скоро день рождения. Я, как ты видишь, сменила прическу. Да. Имидж. Я влюбилась. Вот. Я думаю, что у меня все получится благодаря вам, благодаря вашей поддержке. Это очень приятно. И главное, что я поверила в себя и увидела, я вижу каждый день себя в зеркале другой, новой и прекрасной. Поэтому спасибо вам большое. Светочка, спасибо за эти бесценные советы, которые помогут абсолютно всем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.